Вечерняя информационная программа на телеканале Хабар 24. С вами Альфия Хайдарова. Добрый вечер. В начале выпуска коротко о главном. Добрый вечер. Санкционированные к показу в республике будут продублированы на государственном языке. Санкционированные противостояния между Россией и США, торговые конфликты между Китаем и США, ситуация в Сирии. Могут ли эти внешние факторы оказать влияние на состояние национальной безопасности и реализации государственной политики в области обороны? Сегодня эти вопросы поднимали в аккорде на заседание Совета безопасности под председательством главы государства. Помимо этого, участники обсудили работу в сфере обороны. Министр Нурлан Ермекбаев доложил об итогах боевой подготовки вооруженных сил в этом учебном году, проведенных учениях, а также о принимаемых мерах по укреплению боеготовности войск. Кроме того, в ходе совещания были рассмотрены предложения по модернизации предприятий оборонной промышленности и освоению производства новых видов оборонной продукции. По итогам заседания Нурсултан Азарбаев дал ряд конкретных поручений. Сегодня на заседании Совета безопасности мы рассмотрим несколько вопросов. Во-первых, это влияние внешних факторов на состояние национальной безопасности. Все мы знаем о них. Второй вопрос. Как мы будем в дальнейшем действовать в сфере обороны? Нужно разработать конкретные правила и меры, которые мы должны принимать в той или иной ситуации. Я ознакомился с планами, которые были представлены. Сегодня обсудим и примем решение. Нурсултан Азарбаев провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государства обменялись мнениями по актуальным вопросам постороннего сотрудничества и обсудили региональную и международную повестку дня. Лидеры стран также рассмотрели график встреч в преддверии подготовки к предстающему заседанию Высшего Евразийского экономического совета и неформальному саммиту глав государств участников СНГ в Санкт-Петербурге. Нурсултан Азарбаев также провел телефонный разговор с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Главы государства обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, отметив положительную динамику отношений в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Лидеры также обменялись мнениями по дальнейшему развитию ЕАЭС в преддверии заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Сегодня же Нурсултан Азарбаев по телефону переговорил и с президентом Кыргызской республики Соран Баймжин Бековым. В ходе беседы главы государства обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Лидеры также обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня и предстоящих встреч в рамках ЕАЭС и СНГ. Сегодня же президент встретился с генерал-губернатором Канады, но Султан Азарбаев отметил символичность первого официального визита Жилипайет. Он совпал с полетом канадского космонавта Давида Синжака с космодрома Байконур. Президент напомнил, что в этом году исполнилось 26 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами и акцентировал внимание на положительных тенденциях в сфере торговли и взаимных инвестиций. В свою очередь генерал-губернатор Канады, поблагодарив за предоставленную возможность посетить Казахстан с официальным визитом, отметил, что Канада всецело поддерживает антиядерные инициативы президента Казахстана. В завершение стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере образования и науки, сельском хозяйстве и агропромышленном секторе. И мы надеемся, что это для вас очень важно, поскольку вы сами в такой миссии дважды побывали в космосе. Мы с Канадой за 26 лет имеем дипломатические отношения и торговли хорошие у нас инвестиции, 5 миллиардов между нашими странами. Так что ваш приезд – очень хорошие события для того, чтобы продолжать эти контакты, это сотрудничество. Я приехала в Казахстан с приветствием от премьер-министра Канады. Мы очень рады тому, что стартовавший космический экипаж уже находится на орбите. Во время визита мы также посетим Национальный космический центр. Надеемся, что меморандум о взаимопонимании между Национальным космическим агентством Казахстана и Канадским космическим агентством будет плодотворным. Председатель Сената парламента Касымжумар Тукаев встретился в Истане с генерал-губернатором Канады Жюли Пает. Госпожа Пает поделилась своими впечатлениями о поездке на космодром Байконур, где состоялся запуск космического корабля с канадским астронавтом на борту, а также сообщила о намерении канадской стороны подписать меморандум о сотрудничестве с Каз-космосом. Собеседники обменялись мнениями о перспективах межпарламентского диалога. Касымжумар Тукаев отметил заинтересованность Сената в развитии контактов между законодательными органами двух стран и продуктивное взаимодействие с парламентариями Канады в парламентской ассамблее ОБСЕ и Межпарламентском союзе. От подоходного налога на прибыль освободят кинопроизводители и кинопрокатчиков, которые будут транслировать национальные фильмы в прайм-тайм. Такие поправки депутаты собираются внести в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии. Слуги народа этими нововведениями хотят поддержать развитие национального кино в Казахстане. Кроме того, все иностранные фильмы, входящие на территорию нашей республики, должны быть продублированы на казахском языке или показаны с казахскоязычными субтитрами. Для осуществления всех этих новшеств в стране создадут центр поддержки национального кино. По поводу других языков, я думаю, что поскольку мы включаем норму, и в том числе норму по освобождению корпоративного подоходного налога кинопроизводителей и кинопрокатчиков, кинопрокатчики и кинопроизводители будут заинтересованы как можно большее количество зрителей привлекать на эти фильмы. И поэтому они будут заинтересованы в переводе на различные языки, на русский, на английский, на все языки народности, для того, чтобы как можно больше аудитория могла просмотреть тот или иной фильм. Мы эту еще опцию думаем, что это будет одним из основных требований работы Центра поддержки национального кино. Тему создания Центра поддержки отечественного кино продолжим с директором департамента Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Кумис Сиитовой. Прямо сейчас она на прямой связи со студией. Кумис Скарсагбаевна, здравствуйте. Сегодня на заседании Сената говорили о создании Центра поддержки отечественного кино. Какие конкретные функции будут возложены на него? Здравствуйте. Да, в соответствии с законодательством будет создан Центр поддержки национального кино. Основная функция, которая будет являться единым оператором финансирования производства национальных фильмов. Это его основная функция. Далее, после финансирования он должен будет отслеживать полностью производство фильмов. А также будет еще дополнительная функция. Это будет прокат национальных фильмов на территории Республики Казахстан, как на территории Республики Казахстан, так и за рубежом. В Казахстане снимают и комедии, и трагедии, и даже блокбастеры. Картины выходят в прокат и получают, пусть небольшую, но прибыль. Чего еще, на ваш взгляд, не хватает для более активного развития? Спасибо за вопрос. Мы полагаем, что разработан на сегодняшний день, включен, разработан на сегодняшний день проекты закон о кинематографии, согласно которому у нас и подготовка кадров будет вестись, профессиональных кадров, и качество фильма будет повышаться благодаря тому, что государственное финансирование, модель государственного финансирования будет меняться по производству фильмов. А также созданы, как говорили раньше, налоговые льготы, налоговые преференции на производство фильмов, а также при прокате национальных фильмов на территории Республики Казахстан. Спасибо за информацию. Я напоминаю, на прямой связи со студией была директор департамента Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Кумис Ситова. Мы продолжаем. 500 тенге в месяц за отопление у казахстанцев появится шанс платить меньше за коммунальные услуги. Министерство по инвестициям и развитию реализует проект по полномасштабной установке умных приборов учета. В тех домах, в которых они установлены, в пилотном проекте удалось добиться экономии до 86%. Иван Туринов расскажет, как это возможно. Казахстанцы смогут экономить на отоплении. В этом помогут общедомовые приборы учета тепла и автоматические тепловые пункты. Их установка в многоквартирных домах проходит в рамках цифровизации жилищно-коммунального хозяйства. Результаты впечатляют, и министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек показал наглядный пример. На заседании правительства глава ведомства продемонстрировал квитанцию одной из октябинских семей. Приведу пример на квартире площадью 30 квадратных метров в октябре. В октябре 2017 года сумма за отопление составляла 3547 тенге. После установки приборов учета тепла и автоматического теплового пункта в октябре этого года сумма за отопление составила 466 тенге. То есть экономия 3081 тенге или 86,8%. В министерстве сейчас готовят пакет документов, который позволит устанавливать такие системы учета тепла за счет инвесторов и банков второго уровня. Еще один проект, который даст возможность жителям страны следить за тем, как расходуются деньги на содержание ЖКХ, запущен в пилотном режиме. Его рабочее название – Ишан-Ирак. На текущий момент подключены 1405 многоквартирных жилых домов с несением технических паспортов и 3862 прибора учета. Стопроцентное подключение домов к системе ожидаем к 2022 году. Она позволит жителям участвовать в управлении домов онлайн, обеспечив прозрачность, мониторинг за движением средств и их целевое использование на счетах управляющей компании. Внедряют систему ЖКХ и инновации в Астане, Алматы, Атырау и Тарази на некоторых участках тепломагистрали применяют антикоррозийные технологии. Они позволяют снизить затраты на модернизацию сетей и продлевают их срок службы. Ожидается, что за счет предложений, озвученных министром по цифровизации ЖКХ, помимо прямой пользы казахстанцам, удастся добиться совокупного эффекта в размере 2,5 триллионов тенге. В ведомстве посчитали, нагрузка на государственный бюджет снизится больше, чем в 6 раз. Иван Тулинов, Ерженко, Напьяулы, Хабар, 24, Астана. В Акмуринской области заключен ряд меморандумов, которые позволят обеспечить Кокшитау социально значимыми продовольственными товарами по сниженным ценам. Документы подписали уже с руководителями порядка 8 предприятий. По сниженным ценам будут поставлять яйцо, кисломолочную продукцию, хлеб и мясо кур. Реализация данных меморандумов позволит стабилизировать цены на указанные товары в магазинах областного центра. Также планируется подписание меморандумов с производителями других социально значимых продтоваров. Американская администрация в ожидании Вашингтона ждет от Пекина снижение пошли на импорт американских автомобилей и прекращение кражи интеллектуальной собственности. Надежда у Белого дома появилась после достигнутых договоренностей в Аргентине между Дональдом Трампом и Сы Цзиньпинем. Конец торговым разногласиям или лишь небольшая передышка? О реакции международных экспертов расскажет Бульнара Жентогулова. Да, Альфия. По крайней мере, рынки отреагировали достаточно позитивно. И вот фьючерсы на американские индексы взлетели на 1,5% с открытия. И подробнее об этом и другом расскажу через пару секунд. Торговое перемирие заключено на 90 дней. До 1 марта Вашингтон и Пекин должны заключить новые торговые соглашения. В противном случае Белый дом грозится новыми пошлинами. А пока глобальные рынки выросли в понедельник до максимумов около трех недель на фоне новостей. Фьючерсы на американский индекс взлетели с открытия почти на 1,5%. Юань укрепился к доллару на 0,5%. Европейские биржи также продемонстрировали рост в районе 2%. Наши отношения, которые у меня есть с господином Си, особенные. И я думаю, что это будет одна из главных причин, почему мы, вероятно, в конечном итоге получим что-то хорошее для Китая и хорошее для Соединенных Штатов. Впрочем, это лишь начало большого пути. Однако Дональд Трамп уверен, что встреча на полях G20 с лидером Китая – выдающаяся встреча. Хотя эксперты более скептичны в оценках. Многие наблюдатели считают, что Пекин не сделает того, что ждет от него Вашингтон. И когда закончатся 90 дней перемирия, ничего не изменится. Поскольку даже в официальных сообщениях китайцы о каких-либо временных ограничениях не упоминают. Стороны выдвинули серию конструктивных планов о том, как надлежащим образом разрешить существующие проблемы и разногласия, информирует Министерство иностранных дел КНР. Конечно, у американской стороны также есть определенные опасения, так как американская экономика сталкивается с рядом собственных проблем, в том числе растущими ценами на активы и долгами. Поэтому переговоры для США – также возможность дать себе больше времени и пространства. Обещание улучшить условия торговли для США – одно из ключевых в рамках кампании Трампа под лозунгом «Первым делом Америка». А пока что надежда, пусть и небольшая, появилась у американских производителей автомобилей. Из-за подорожания китайских комплектующих, обложенных пошлинами, автогиганту «Дженерал Моторс» пришлось закрыть три завода в США и один завод в канадской провинции Онтарио. Причина – резкое снижение рентабельности. Поскольку Китай, крупнейший в мире рынок автомобилей, в июле повысил пошлины на импорт машин из США до 40%, вынудив многих автопроизводителей увеличить цены. Потому большая открытость и снижение тарифов будут выгодны обеим сторонам, говорят эксперты. Было ощущение, что США не захотят отступать. Поэтому от того, что мы получили прекращение огня, в итоге все счастливы. Рынки переживают подъем. Очевидно, это не устранило все проблемы. Но я думаю, что в значительной степени большая часть неопределенности, которую мы наблюдали до саммита, уже снята на данный момент. И вот как стало известно из твиттера американского президента. Китай согласился сократить и снять пошлины на ввоз автомобилей. Если это действительно произойдет, то для американских автогигантов это станет лучшей новостью. Пекин также продемонстрировал готовность закупать американскую продукцию в значительном количестве, чтобы сократить торговый дисбаланс между государствами. На снижение торгового соглашения отводится три месяца. В США заявляют, что если за это время компромиссное решение не будет найдено, Вашингтон реализует планы в отношении 25-процентной возной пошлины. И вот на этом у меня все. Спасибо, Гульнара. С международным обзором с нами была Гульнара Жендагула. Мы продолжаем. Сразу после новостей смотрите специальный проект «История в лицах». Мы предлагаем вспомнить о том, как проходило становление Казахстана в статусе независимого государства и многих других важных исторических событиях. Гость программы – министр иностранных дел Республики Кайрат Абдрахманов. Господин президент понял Вашу идею, но Вы же знаете, ситуация сейчас нестабильная. У многих стран есть противоречия, причем непреодолимого характера. Он уже не успел это закончить, но Султана Алишевич его прервал и сказал, «Ну, господин генеральный секретарь, Вы мне можете об этом не говорить, я уже давно в большой политике, я все это прекрасно понимаю». Именно поэтому, из-за вот этой ситуации, я хочу, чтобы в ходе нашего председательства Казахстана мы собрали саммит. По программе продуктивной занятости массового предпринимательства из южных регионов Казахстана в Кустанайскую область в этом году переехали 156 семей. Их главы, по официальным данным, трудоустроены. Некоторые переселенцы получили работу в городе Аркалыке. Туда в этом году жить переехали 48 человек. Подробности у Артема Грапова. Аслан Амитхан – железнодорожник со стажем, имеет высшее образование. Уроженец поселка Янбех-Шахаза Калматинской области со своей семьей в Аркалык переехал в этом году. Для начала устроился помощником машиниста. Сейчас локомотивом управляет самостоятельно. «Сначала переехал сам, потом перевез сюда сестренку с ее мужем. Мы все железнодорожники. Обосновались, работаем. Каждый из нас получил субсидии. Оплачивают нам и аренду жилья». В Аркалыке разработана карта расселения переселенцев. Согласно документу, в город в этом году должны были приехать 40 человек. В итоге удалось привлечь больше специалистов. «На постоянное место жительства из южных регионов переехало 48 человек. Это 10 семей из Алматинской области, одна семья из Казалардинской области, одна семья из Южно-Казахстанской области. Трудоустроены 12 человек, все главы семьи. Жены в данное время находятся по уходу за детьми». С начала года из южных регионов республики в область переехали уже 914 человек. На проезд и аренду жилья они получают гранты и субсидии. Еще до 100 минимальных расчетных показателей можно использовать на развитие бизнеса. «Гранты у нас предоставляются на приобретение инвентаря какого-то при открытии собственного дела. Например, на приобретение швейной машинки, газового оборудования, чтобы человек мог начать свое дело». По официальным данным, в следующем году в Казахстанской области из трудоизбыточных регионов Казахстана должны переехать около 1 тысячи человек. Артем Грапов, Сергей Трахтенберг, Казахстанской области, Хабар, 24. Урало-Каспийском водном бассейне рыбоохрана проверит все водоемы. Проверка началась после обнаружения в речке Перитаска мертвой рыбам. Погибло свыше тонны молодой частиковых пород, карася, чихони, белоглазки и леща. Все они имеют механические повреждения. Их, по мнению специалистов, молодь получила при прохождении через насосные станции Тараусской теплоэлектроцентрали, использующие воду из речки для своих технических нужд. Ущерб, нанесенный рыбным ресурсом, составил 1 миллион 100 тысяч тенге. Назначено проведение ряда экспертиз. Факт гибели рыбы зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. Во избежание подобных случаев сотрудники инспекции начали мониторинг всех каналов и речек Урала-Каспийского бассейна. Как на предмет использования насосов, так и возможного замора. В Мангославской области появились новые подробности о деле о смерти женщины и ребенка после травли клопов в квартире. Препарат КВИКФО, ставший причиной гибели людей, предназначен для дезинфекции в агропромышленности и запрещен в жилых помещениях, отмечают специалисты. Кроме того, средство не разрешено. На территории Казахстана не входит в реестр комитета охраны общественного здоровья. Напомним, трагедия произошла в одном из домов Монаринского района. Житель села Мангостал вызвал частную компанию для уничтожения клопов. Пять человек получили отравление, из них двое вскоре скончались. Сейчас возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Этот вид деятельности для проведения дезинфекции, дезинфекции, гератизации, это вид деятельности не лицензируется. Согласно закону о лицензировании. И вот на контроле сейчас таких объектов у нас не состоят. Этот объект у нас на территории не зарегистрировано. Это то тараканов нет, это как со слов проводившего человека, лица, мы узнали, это как фирма находится на территории города Алматы. В следующем году в Казаларде построят четыре солнечные электростанции, заводы по выпуску керамической плитки и переработки твердых бытовых отходов. Масштабные проекты презентовали сегодня на 10-м международном инвестиционном форуме «Байконер Инвест», ключевой темой которого стала «зеленая экономика». В его работе приняли участие представители международных и отечественных бизнес-структур, руководители финансовых институтов, корпораций и научно-исследовательских институтов из Китая, Южной Кореи, США, Канады, Великобритании, Швейцарии и других стран. Какие проекты заинтересовали потенциальных инвесторов, узнавала моя коллега Райхан Тажибаева. Знакомство с приоралем началось днем ранее с экскурсионного тура на космодром Байконур, где со стартовой площадки делегаты из 14 стран ближнего и дальнего зарубежья наблюдали за запуском ракеты-носителя «Союз». А уже на пленарном заседании в Казаларде участники обсудили использование зеленых технологий и возобновляемой энергии в самых разных сферах. К примеру, в следующем году в регионе начнется строительство сразу двух заводов по выпуску керамической плитки и утилизации твердых бытовых отходов. Мы планируем строительство мусороперерабатывающего завода в городе Казаларда. Уже выразили заинтересованность компаний из Южной Кореи, из Испании. И буквально, я думаю, до конца года мы уже определимся, какая компания будет строить такой завод в следующем году. Сегодня регион взял курс на развитие зеленых технологий. Одно из главных преимуществ – до 3000 часов солнечной активности в год. Это огромный потенциал для солнечных электростанций. Их в следующем году планируется построить четыре, общей мощностью 140 мегаватт. Я думаю, регион станет флагманом использования зеленых технологий и проектов, которые могут внедряться в нашем регионе. Это даст большой пример, толчок другим регионам по развитию зеленых технологий, инвестиционных проектов. Итогом стало подписание соглашений и меморандумов о сотрудничестве между Акиматом Казлардинской области и зарубежными компаниями. Райхан Тажбаева, Альхайдар Турлханов, Казлардинская область, Хабар-24. Преподаватель биологии Шимкента придумала необычную методику по обучению детей. Один урок Алины Соловьевой не похож на другой. К каждому занятию она готовится индивидуально. В чем особенность работы креативного педагога, узнал Рауль Габитов. Учитель биологии Алина Соловьева использует время урока рационально. Каждая минута из 45 отведенных для занятия проводит с максимальной пользой для учеников. Каждый раз педагог приходит с новой программой. Все свободное время проводит в библиотеке. Учится сама, чтобы не только дать качественные знания детям, но и пробудить в них интерес к биологии. Почитаем мы нами, да и вообще в школе учитель. Многие учителя и многие ученики приходят в школу, учатся и возвращаются домой. Но Алина Робертон, она не из их числа. Алина Робертон дарует нам некую мотивацию, вдохновение именно в выборе ее предмета. Я не выбираю биологию, но тем не менее мне интересен ее предмет. Алина Соловьева – почетный работник образования Казахстана. Обладатель грамот от Министерства образования и науки и медали за трудовое отличие. Преподавательские успехи Алины Робертовны подтверждаются высокими баллами учеников на ЕНТ и победами старшеклассников на интеллектуальных олимпиадах различного уровня. Дальнейшие планы – закончить все учебники, весь цикл до 11 класса, включительно по обновленному содержанию образования. И после того, как они будут закончены, вернуться к олимпиадному движению. Потому что все-таки за последние три года учебники почти вывели меня как тренера в командах школьных предметных олимпиад. Вместе с тем педагог написала множество научных работ и пособий. А с прошлого года стала еще и автором учебника по биологии для старших классов. Так что теперь лекции шимкенского педагога Соловьевой изучают школьники всего Казахстана. Рауль Габитов, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов, Хабар 24, Шимкент. Астана Орландс будет расформирован. Об этом на конференции спортивной организации рассказал вице-президент Казахстанской федерации бокса Даниэр Абулгазин. За 8 лет существования бойцы Астана Орландс 5 раз выступали в финалах всемирной серии бокса WSB. При этом трижды становились чемпионами, а еще два раза занимали второе место. Выпуск продолжит другие новости спорта. Школу тренеров по боксу планируют открыть в Казахстане. Вопрос подготовки специалистов озвучили на конференции федерации. По словам руководителя тренерского совета ассоциации Юрия Цхай, на сегодняшний день в стране этим видом спорта занимаются порядка 92 тысяч человек во всех возрастных категориях. Тренерский состав насчитывает более 2,5 тысяч специалистов. Разработкой этого вопроса и поисками решений федерации займутся в ближайшие два месяца. На ежегодной итоговой отчетной конференции федерации тенниса Казахстана вице-президент Диаз Доскараев отметил, что уходящий год для спортсменов был непростой. Были хорошие выступления, но многое омрачали травмы. Успешным можно назвать уровень улучшения результатов молодежной сборной, потому как молодым спортсменам на различных соревнованиях удалось завоевать медалей больше, чем планировали. Звезды спортивной акробатики стали героями программы SportsNation. Карагандинцы Никита Амоскин и Анастасия Долганюк в этом году стали чемпионами мира среди юниоров. И теперь готовятся повторить свой успех уже среди взрослых пар. Большое интервью о буме спортивной акробатики, олимпиаде и цирке Дюсалей уже завтра на канале Казах ТВ в 21.20. Нет, на улицах не узнают. Как бы такое же отношение, как было, так есть. Мы как бы не идем к такой вот слайде, чтобы все узнавали нас. Мы спокойно, мы так же простые люди, как и все. Да, тренируемся все. Мы идем к другим целям, у нас есть другие цели, мы сейчас перешли, ставим цели выше. Четырехкратная чемпионка мира по шахматам Динара Садуакасова презентовала свою книгу. Она написана на казахском и русском языках и подойдет всем тем, кто жаждет научиться мастерски играть в эту интеллектуальную игру. Знакомство с шахматами, история, правила, тактические приемы, решения этюдов и многое другое можно найти в учебнике. Издание будет продаваться в книжных лавках страны. В будущем его вполне можно использовать и на уроках шахматных кружках. Это второй опыт спортсменки в писательстве. Международный грузмейстер признается, что не обошлась без помощи филологов. Это было непросто, поскольку книг на казахском языке подобного шахматного рода не было. И, конечно же, шахматных терминов многих в казахском языке нет. Поэтому я обращалась к филологам за консультациями, когда создавала эту книгу. Я вижу, что сейчас шахматы на подъеме в Казахстане, что они развиваются, что наши дети добиваются хороших результатов. И, конечно же, я очень рада, что вношу свою лепту. Книги можно будет приобрести в Академии шахмата Динары Садвакасовой. И, скорее всего, мы будем реализовывать книги через книжные магазины. А в целом в наших планах распространить книги по школам, по образовательным центрам, по спортивным шахматным кружкам. И это все новости к этому часу. Далее эфир продолжит программа «История в лицах». Субтитры создавал DimaTorzok «История в лицах»